Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия от Иоанна, 19 глава. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его, его не сплетший венец и стерна, возложившему на голову, одели его в багреницу, и говорили, радуйся, царь Иудейский, и били его полонитом. Пилат же опять вышел и сказал им, вот я вывожу его к вам вон, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Итак, по сути, Пилат решил как бы надругаться над Иисусом Христом, но очевидно, цель его была не в том, чтобы его унизить, а в том, чтобы ограничиться такого своего рода наказанием и отпустить, понимая, что Иисус невиновен, и, собственно говоря, как раз то, в чем его обвиняют, скорее может восприниматься лишь иронически, а не всерьез. Поэтому это игра, игра, когда римские воины облекают его в псевдоимператорские одежды, потому что император носил одежду багряного цвета, надевают на него венец, корону, и в то же время издеваются над ним, делают из него такого шутовского царя. И все это призвано, конечно, показать и продемонстрировать, что Иисус Христос никаким реальным царем не является. Его царское достоинство смехотворно. Он в глазах римских воинов является лишь объектом насмешек и надругательств. Пилат выводит Христа вновь. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и багренице, и сказал им Пилат, «Се человек!» То есть для Пилата это лишь обычный человек. Может быть, он мечтатель, может быть, действительно в нем есть что-то необычное, но никакой опасности в нем нету. Он одет псевдоцарские одежды, но Пилат говорит, что это лишь обычный человек, ни о каком царстве его не может быть и речи. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, «Распни, распни его!» Пилат говорит им, «Возьмите его, вы распните, бы я не нахожу в нем вины!» Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Эти слова, по сути своей, наверное, может быть, одни из, если не самых страшных, то самых трагических в истории священной истории. Пилат настаивает на законном рассмотрении. Он не видит повода для вынесения смертной казни. И тогда, понимая ситуацию, иудеи ссылаются на закон. Они считают, что приговор, которого они требуют, которого они ждут от Пилата, является вполне законным, потому что он сделал себя Сыном Божиим. И эти слова, они, по сути, переводят разговор в религиозный план, который, собственно, для Пилата, как представителя светской власти, особого значения и веса не имеет. Более того, оказывается, что это указание вызывает у Пилата суеверный страх. Пилат же, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в приторе и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Итак, Пилат пытается разобраться в происходящем. Дело в том, что в представлении язычников мир посещали божественные мужи, и Пилат наверняка знал о чудесах, которые творил Спаситель. Поэтому, конечно, он совершенно не хочет ссориться с богами, если Иисус божественный посланник, если то необычное, что притягивало к нему людей, является и свидетельством его особого избрания и предназначения, то Пилату совершенно не обязательно, и не нужно приговаривать его к смерти. Зачем ссориться с чем-то посторонним, мистическим? Это может навлечь на него опасность. И поэтому Пилат хочет понять, что же происходит. И с одной стороны у него есть власть, с другой стороны перед ним божественный избранник, над которым уже надругались, и которого уже унизили. И Христос говорит, что на самом-то деле никакой власти у Пилата нет. Как бы это ни звучало для него странно, как-то ни парадоксально, но на самом-то деле существует только одна власть, власть Бога. Люди являются лишь ее исполнителями. И Пилат в данном случае тоже, чтобы он не мнел о себе, не сможет оступиться, не сможет ни осуществить этот замысел Божий. Поэтому, собственно говоря, его власть, она ничем не будет подтверждена, что покажут уже ближайшие события. С того времени Пилат искал отпустить его. Идеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг Кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник Кесарю. Друг Кесаря – это такой торжественный титул, который действительно мог носить приближенные императора. Возможно, Понтий Пилат им обладал. У нас нет на это определенных сведений. Но понятно, что претендент на царство, которого хочет отпустить Пилат, виновности которого он не уверен, он представляет с точки зрения иудеев угрозу Рима. А если Понтий Пилат закроет на это глаза, то ему не избежать доноса, на что ему, собственно, и намекают, о чем и говорят ему обвинители Иисуса Христа. «И вывел вон Иисус и сел на судище на месте, называемом Альфастротон, по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой, и час шестой. И сказал Пилат и иудеям, «Се царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Итак, поиск справедливости и приверженности римскому закону, она в ходе того разбирательства, которое мы с вами сейчас разобрали, приводит к неожиданной развязке. Перед лицом языческой власти, по сути своей, иудеи отрекаются от верховенства Бога. Они признавают только одну власть, власть Кесаря. Другой власти для них в данный момент уже не существует. И желая защитить эту власть, считая, по сути, как им кажется, или как они хотят себя выставить, как те, кто пытаются обезопасить эту власть, они, по сути, выводят себя из единственной власти, власти, о которой Христос сказал Пилату, власти Бога. «Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса, и повели, и неся крест, и он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было, Иисус на заре, царь иудейский. И надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал». Итак, тема царства не исчезает, как бы там ни было, хотя и иудеи отрекаются от своего царя, тем не менее для Пилата это единственный мотив, единственное обвинение, по которому он может вынести приговор этому человеку. Но он не просто эту вину пишет на табличке, он пишет ее еще и на трех языках, на греческом, на латинском и на еврейском. Тем самым, как бы царство Христа, оно приобретает вселенское значение, оно приобретает всемирный масштаб, и не случайно евангелисты отмечают, что многие смогли прочесть эту надпись. Дело в том, что это указание является единственным в Евангелии от Иоанна, показываем, что действительно крест Христа окружало множество людей, потому что те подробности, которые присутствуют у других евангелистов, в Евангелии от Иоанна отсутствуют. И, конечно, это свидетельство, свидетельство подлинности того, кем является Христос. И не случайно это свидетельство, обвинители Христа, первосвященники, пытаются оспорить, говоря о том, что он является лишь ложным претендентом, а не царем. Но Пилат не меняет надпись, он оставляет за Христом, пусть осужденным, на крест его царские прерогативы, его царские полномочия. Он как бы соглашается с этим, но уступает перед неизбежным. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его и разделили на четыре части, каждому воину по части. И хитон, хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху, и так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим на нем жребий, чей будет, да сбудется реченное вписание, разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. Хитон, который был одет, не сшитый, напоминает хитон первосвященника, который он носил, то есть священнические одежды, и это обстоятельство еще раз нас возвращает к молитве 17 главы 4 Евангелия, которая называется первосвященческой. Христос не только царь, но он еще и священник, который сам становится жертвой. И это разделение одежд является исполнением слов псалма, и по сути своей мы видим, что все события, которые дальше приводит евангелист, они являются исполнением тех или иных слов Писания. Притом, даже мы не всегда с уверенностью можем сказать, о какой цитате идет речь. Впрочем, есть здесь и исключения. Исключения – это то, что происходит между Христом и Его Матерью, которая стоит у Христа. Это единственное событие, которое не связывается евангелистом Иоанном с Писанием. При кресте Иисуса стояла Матерь его и сестра Матерь его, Мария Магдалина, Мария Клиопова. И Иисус, выдав матери ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жена, си сын твой». Потом говорит ученику, «Си матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Этот таинственный диалог, который совершается с креста, конечно, не ограничивается, не сводится к тому, что, покидая этот мир, Иисус Христос перепоручает любимому ученику Иоанну Богослову свою мать. Он имеет куда более глубокий, более значимый характер, потому что ведь Господь не говорит о том, чтобы ученик позаботился о его матери как о собственной. Речь идет не только и лишь об этом. Здесь происходит усыновление. И по сути своей не только лишь одному ученику, Матери Божией усвояется все человечество, все последователи Иисуса Христа, поскольку любимый ученик в данном случае олицетворяет все ученичество Спасителя в целом. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, поив уксусом губку, наложив на Исоп, поднесли к кустам его. Тогда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив голову, предал дух. В Евангелии Атеана мы с вами не раз отмечали особую символику воды, начиная с беседы с Никодимом, беседы с Самарянкой, и дальше седьмая глава, когда Христос говорит, кто жаждет, тот да придет ко мне и пьет. И здесь единственный эпизод, когда Сам Христос просит пить. И после того, как Он испил, Он Сам прерывает свои страдания, говоря, совершилось. И так, как тогда была пятница, то идея, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у нее голени, и снять их. И так пришли воины, и сперва перебили голени, и другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, когда увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов Копием прорезил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, и видевшие свильство, и истина есть свильство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. И сие произошло, да сбудется Писание, кой сегодня сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит, возрядно того, которого пронзили. Итак, первое, что мы узнаем, это то, что распятие, которое происходит в пятницу, накануне субботы, должно было закончиться спешно, поскольку, конечно, как правило, распятие, собственно говоря, не было какой-то особенной казнью. Понятно, что это была распространенная казнь, и пришла она из Персии. Персии считали, что земля посвящена Богу Армузду, и поэтому нельзя казненных людей, собственно говоря, сделать так, чтобы они прикасались к земле, поэтому их как бы поднимали от земли, и люди в итоге умирали в тяжелых, страшных мучениях от безбоживания, от удушья. Человек мог умирать несколько суток, но здесь наступала суббота, и для того, чтобы... А суббота была днем покоя, для того, чтобы ускорить смерть, решать перебить голени, то есть, чтобы те люди, которые висят на кресте, сразу же умерли, чтобы они уже не могли дышать, и смерть бы наступила мгновенно. Но поскольку Иисус Христос уже умер, то голи ему не были перебиты, и в Евангелии Таиан есть одна особенность. Дело в том, что смерть Иисуса Христа согласно нотировке Иоанна проходит в тот момент, когда в Иерусалимском храме закалывали пасхальных агнцев. Напомню, что пасхальные агнцы закалываются для того, чтобы их есть. И, собственно, праздник с тем был связан Пасхи, с этой торжественной трапезой. Но закалывали их особым образом и ели по специальным правилам, так, чтобы ни одна косточка не была бы сломлена. И для того, чтобы съесть всю эту тушу, должна была бы собраться группа не менее десяти человек, для того, чтобы ничего уже точно не осталось. И Иисус Христос для Евангелиста Иоанна является подданным пасхальным агнцем, потому что Пасха, исход евреев из Египта был всегда олицетворением спасения, синоникным искупления. И поэтому для него эта аналогия очень важна. Кроме того, давайте вспомним, с чего начинается 4-го Евангелия. Оно уже, вспоминали мы, начинается с того, что Иоанн Креститель произносит свои первые свидетельства на берегу Иордана. Он называет Иисуса Христа агнцем Божиим, который берет грехи мира. И эти слова слышат автор Евангелия, Иоанн Богослов, и он перед Крестом свидетельствует о том, что эти слова осуществились, что они получили свое воплощение. Вот это то свидетельство, которое чрезвычайно важно в богословии, в рамках 4-го Евангелия. То, что было сказано, оно получает свое завершение и осуществление. После сего Иосиф Иеризмафей, ученик Иисуса, но тайный страх от иудеев просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из мирный алоэ литр около ста. И так они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи, на том месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Похороны, погребения тоже являются спешным. И если в предыдущих Евангелиях Иосиф Иеризм и Алимпийский называются учеником, ожидающим Царствия Божия, то евангелисты называют его тайным учеником, хотя, собственно говоря, мы понимаем, что в том, что он бесстрашно пошел к Пилату и спросил тело Иисуса Христа, никакой тайны уже не было и не могло быть. Так вот, в погребении принимают участие и Никодим, Никодим, который приходил первый раз ко Христу ночью, и ночная пространная беседа, она заканчивается уже ночным погребением. И, собственно говоря, здесь тоже происходит то, о чем и то, что сказали. Ведь Никодим слышит эти слова, что надлежит Сыну Человеческому быть вознесену на кресте, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так Бог злюбил, Бог мира, что отдал Сына своего единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Тем самым, по сути, Никодим, он является участником крестной драмы через погребение и осуществление тех слов, может быть, еще на неясном для него уровне, происходит не без его участия. И, конечно, литр около ста, то есть это 40 килограмм благовоний. Скорее всего, они не обязательно были жидкими, но могли действительно как ладо носить такой вот твердый характер. Но очевидно, что Никодима здесь сопровождали его слуги. И, конечно, такое количество благовоний, оно, если не равно на прямой массе человеческого тела, то, в общем, сопоставимо. Где-то с ней показывают, что эти похороны, они приобретают поистине царский характер. То есть, вот эта тема царства, которая пронизывает весь рассказ о страстях Христовых, о его смерти в изложении евангелиста Иоанна, таким образом получает завершение. Продолжение следует...